Сегодня я покажу и расскажу про такой видеомагритофон как JVC-8R7100U. Это кассетный видеомагритофон формата V8S. Начнем с органов управления. Переключатель функции Standby on Timer. Ломка Eject. Открытие кассетоприемника. Переключатель EndSelect. Для просмотра он устанавливается в положении TV. При записи он устанавливается в положении видео. Здесь основные кнопки управления лентопротяжным механизмом. Перемотки. Ревайнд. Фестфорвард. Это переводка назад, переводка вперед. Плей воспроизведение. Рек, запись, стоп и пауза. Счетчик расхода ленты четырехзначный. Кнопка RIS для его сброса. Кнопка память. Используется для памяти определенного числа счетчики. При перемотке кадровского числа перематывается. Он на определенное число останавливается, на которое было число и на зале кнопку памяти. Здесь под крышкой находятся кнопки для программирования часов. Также тут день можно устанавливать. Также здесь программируется по таймеру заданная программа. Когда я с телевизора на определенное время начал писать, как я понимаю. Сейчас здесь устанавливается на заднем кнопке clock. При удерживании ее можно устанавливать часы кнопкой howl и кнопкой минут. Также кнопкой минуты еще день устанавливается. Но когда удерживается, можно день устанавливать. До 9-ти только. Здесь кнопки переключения каналов. При включении, видимо, телефона отсветится. А они здесь необыкновенно нефиксируемые. Просто вот эти кнопки. Показанная кнопка подсветится своим светодиодом. Также можно номер ей менять. Здесь такая стручка, она вытягивается. Здесь можно номер поменять. Прономеровать определенный канал. Низый переключатель записи скорости. Рэг тайм. И пи. И спи. Он используется, например, при записи. Можно выбрать определенную скорость. Например, более медленное IP Extended Play. Или быстрое SPI Extended Play. Терминал для подключения пульта дистанционного управления. Вот он. У меня, к сожалению, этого пульта нет. Дальше терминал Remote Pause. Он используется при подключении, когда видеокамера подключается в эти разъемы. При начать запись, не надо нажимать вот здесь вот пауз. А на камере там нажимаешь и запись уже начинается. Также в эти разъемы можно подключить не только видеокамеру для записи. Или другой любой источник. Например, другой видеомагнитофон. Я подключал LD Player для записи. Дальше выхода на телевизор. Аудио. И регулятор трекинга для подстройки. Есть подключка для настройки телевизорных программ. Приключатель AF-T ON-OFF. Эта крышка, кстати, снимается полностью. На обратной стороне здесь располагаются разъемы для подключения телевизора телевизионные. Эта крышка для подключения антенны. А с этого разъем уже на телевизор. Это у нас VHF. И VHF. Вот такие вот зажимные. К сожалению, у меня нет такого телевизора. Чтобы можно было отсюда подключить. Так как видеомагнитофон для американского рынка. И тизер нужен соответствующий. Поэтому сегодня я его буду подключать к обычной телевизору через аксиетюльпаны. И цель дикот с информацией. Здесь можно видеть модель. Сильный номер. Ну что, видеомагнитофон. Для американского рынка. Напряжение 120 вольт, 60 ректс. Виктор компани оф дзе пен, лтд. Мэйд ин дзе пен. Сейчас он сделан в Японии. Теперь я его покажу в работе. Телевизор я уже подкрутил. Включаем. На экране появляются помехи. Это для него нормально. Открываем кассетоприемник. И ставим кассету. Закрываем. Сейчас подкручиваю трекинг. Перемотка вперед. Перемотка назад. Пауза. 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 Пауза снимается. Назад с ним кнопкой play. Пауза. 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 Продолжение следует... Перемотка вперёд... Пауза... Очень довольно неплохо показывает для видеомагнитофона 1983 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перемотка... Кстати, перемотка... Вовремя воспроизведения... Надо только удерживать... То есть, назад, чтобы он сам перемотал, в своём воспроизведении не получится. Здесь надо только удерживать... Стоп... А когда на зале стоп... То можно... Обычно перемотку... Делать... Не держать кнопку... Вот он перемотывает... Продолжение следует... Стоп... Стоп... Плей... Продолжение следует... 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 Поставим ещё какую-нибудь кассету, вот эту например. Сейчас я включу ручку трекинга. Продолжение следует... Пауза. Проводка. 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 Стоп. Видеомагнитофон проигрывает только видеокассеты системы NTSC. Другие он не может проигрывать, так как он для американского рынка. В Америке система цветности NTSC. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Теперь я поставлю видеокассету, которую я сам записал на него. Писывает он тоже довольно-таки неплохо. Запись я делал с лазерного диска. Так, перемотаем. Сейчас я перемотаю назад немножко. Так. Нашний счетчик. И нотка. Пауза. Пауза. Кстати, когда видеомагнитофон отставляет надлеченную паузу, он сам автоматически переходит в режим стоп. Это сделано для того, чтобы головки не изнасывались об ленту. Запись на него делается, причем нажать кнопки RYK и кнопки PLAY. И можно нажать паузу. И когда начинал запись, подал сигнал. Из пауза подпустить, а также нажать на эти кнопки. И тогда начинается запись. Пауза подпишись. Запись я делал в режиме SP. Можно сделать и в режиме EP. Это более медленная скорость движения ленты во время записи. В режиме EP можно записать до 8 часов видео. Как здесь сказано, вот на этой панельке, 8 часов. И да, видеомагнитофон четырехголовочный. Пауза подпишись. Пауза подпишись. Пауза подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Застаем кассету Выключаем Кстати, кассетоприемник Плавно открывается За счет там Такого механизма Не знаю, смогу ли я так показать его Ну, он там он находится С таким небольшим пропеллером Благодаря нему Поток резко так вот не выскакивает А она плавно поднимается Запись я делал с лазерного диска формата LaserDisc Так как эти диски стима NTSC И Плеер к ним NTSC И это единственный источник NTSC сигнала Который я могу записать на этот видеомагнитофон А теперь я покажу Как он внутри устроен Для этого открутируется Пять саморезов Вот таких вот И здесь Два винтика Так снимается Пластиковая крыска И Вот так вот Снимается Верхний козух его Вот здесь вот он Показано Что он 83-го года Вот Здесь Имеется такое клеймо Вот Начинают Цифра 81 82 83 80 Нет Осыпься Здесь 80 81 82 83 Стрелка Показывает На 83 Слова начальства Видеомагнитофона 1983 Года Видеомагнитофон Изначально Был не рабочий В связи Чуть Про электроники Не пришлось Ничего такого Делать Проверили Тогда Кондициаторы Рубокое питание Кондициаторы Там отличные Несмотря на В свой возраст А вот С механикой Повозиться Смазку Менять Граффит Старая Была Засохся В усмирь Она была Всекаменная Повозилась Отскребать И наносить Новую Так же Видеомагнитофон Не работал И воспроизведение Не работало Так как Лента Натягивалась На головку А Дальше Последующие Старовые Воспроизведения Не происходило Так как Пасек Был растянутый Я потом Покажу Там Снизу Вот такой Пасек Стоит Присочиваю Заменить Когда я его Заменил Видеомагнитофон Заработал Конечно Не на оригинальный Просто оригинального У меня нет Я подходящий По размеру Подобрал Кажется Он тончится Вот этого Ну И с ним Работает И так же Еще один Пасек Для профилактики Вот этот Заменил Конечно И с ним Работало Но он уже Такую форму Принял Ну я решил Его для профилактики Заменить На более свежий Вот здесь Трансформатор Питания Есть Блок питания Плата Это плата За настройку ТВ программ Вот Так он Выглядит Сейчас Пока Работает Вентопроцяло Без корпуса Ставим Кассету Плей Вот Послово С произведением Кстати Когда Восправение Не работало Плей Притяни Тут Пасек Было Стянутый Из-за этого Не срабатывал Соленоид Электромагнит Который Отвечал За Призым Призымного Ролика К ведущему Валу Стоп Вот Я хочу Показать Этот Механизм С помощью Которого Кассета Приемника Плавно Поднимается Так Попробую Фонариком Что ли Присветить О Вот 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 этот Механизм Вот Я Вот Попелли Вот Вот Видно Вот Благодаря Нему Латокс Ой Тиху То есть Кассета Приемник Спокойно Плавно Поднимается Вверх Без Всяких Резких Выбросов Фиксируется Он здесь Вот Там Такой Замок Это Об Этот Стрелочек Вот Там Есть Такой Механизм Называю На кнопку Эдикт Вот Там Отводится Вот А Плохо Видно Вот Это На кнопку Эдикт Называю Водится И Лоток Поднимается Ой Тебе еще Лоток Развожу Кассета Приемник Я еще Не Заговорился Тебе Под Этой Залезной Панелью Находится Еще Одна Плата А Под Ней Механизм Сейчас Я Покажу Вот Плату Я Открутил И Вот Поднимается А вот Элентопротязные Механизмы Вот Здесь Я Заменил Пасик Вот Замененный Поставить За Этой Лей Не Работал И Также Вот Для Попилактики Я Вот Этот Заменил Этот Я Ставил Плоский Так Как Его Не Надо Менять Он Еще Позовет Ну И Для Замены У меня Такого Плоского Нет Пасика А Вот Электромагнит Соленоид Отвечаюсь За Призыв Призывного Рогика К Ведущему Валу Этот Электродвигатель Фирменный Кстати GVC Отвечает За Перемотки Этот Соленоид Росрабатывает Возвремя Воспроизведение Сначала А потом Вот Этот Это Видео Головка Вот Для Замены Пасика Откручивается Вот Здесь Вот Винт И Вот Здесь Вот Зазрывом Там Винт И Вот Этот Механизм Снимается Кстати Перед тем Как Снимать Я Резинкой Зазал Вот Эти Перед тем Как Снять Тут Механизм Я Резинкой Вот Зазал Вот Эти Вот Вот Так Резинкой Вот Так Вот Эти Кассетников Резинку Надел Вот Натяжители Вот Эти Направляющие Не Посли Куда Туда В Сторон Так Потом Надо Будет Помучиться С Установкой Обратного Механизма Поэтому Перед этим Следует Зафиксировать Эти Резинкой Какой-нибудь Там Пасиком Чуть Чуть Чем-нибудь Чтоб Они Не уходили В сторону Это Важно И Только Потом Этот Механизм Снимается А Потом Надо Снять Вот Эту Маленькую Сайбочку Только Осторожно Соб Ее Не Потерять Вытаскивается Стрючек И Вот Эта Тервячная Состеренка Куда Пасек Сюда Отодевается Вот Это Снимается И Тогда Можно Пасек Заменить Ах Да Вот Здесь Пасек Меняется Путем Откручиваем Вот Эту Зелезная Планки Вот Здесь Прикручено И Вот Здесь Снимается И Пасек Здесь Тоже Можно Померять Так же Как И Вот Этот Можно Плоский Теперь Я Покажу Как Все Устроено За передней Панелью Вот 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 Водятся Пластиковые Фиксаторы И Панель Снимается Вот Вот Здесь Имеются Вот Такие Две Платы Платы Идет Идет Здесь Вот И Еще Один Пасек Идет И Идет К приемной Катуске Подкассетнику Вот Вот Пасек Я Эти Не Менял Это Еще Один Так Для Щетика Они Пойдут Щетик С Нормально Крутится Они Еще Не Так Растянули Чтоб Их Уже Была Пора Менять Покажу Как Выглядит Вот Тропотики Эффективные Канал И Вот Зелененькие Светодиоды Эминесцентный Газозельный Индикатор Вон Сам Переключатель Ну Блок Питания Напоследок Подробнее Покажу Вот Это У нас Реле При Ключении Срабатывает Когда Включаем Видеомагнитофон Конденсатор Большой Здесь За Радиатором Находится Транзистор Кстати Видеомагнитофон Изначально Не включался Вон Там Видно Там Был Загоревший Подохранитель Поставил Там На 1 Ампер Там Изначально Тоже Стоял Тут К сожалению Был Загоревший Не знаю Почему Был Загоревший Он Был До Меня Загоревший Вот Здесь Находится Подохранители Раз Два Три Не помню Да И Четвертый Вот Вот Эти Вот Подохранители Вот Этот Родные Этот Уже Не родной Стоит Родной Тоже Здесь Стоял 2.5 Ампера 125 Вольт Тут И Я Недавно Заметил Был Поставлен Какой-то Советский Предохранитель Я Естественно Заменил На Иностранный Более Такой Нормальный Конечно Напряжение На 250 Вольт На 125 Вольт Нету Ну Это Не особо Разница Главное Чтобы На Ток Загорания Был Такой Как Здесь Вот 2.5 Ампера Я Такой Носон 2.5 Ампера И Поставил Вот Еще Пожалуй Вольт Вольт Продолжение следует...